МВД по Адыгеи в настоящее время проводит два профилактических мероприятия. В них участвуют представители общественности и различные подразделения ведомства. Акции направлены на противодействие наркомании среди учащихся и студентов. Задача Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Кроме того, осуществляется профилактика их немедицинского потребления, а также оказание помощи людям, которые обратились по вопросам лечения и реабилитации. Межведовственная операция «Дети России-2019» направлена на выявление фактов вовлечения подростков в употребление наркотиков и повышение уровня их информированности о таких деяниях. Сотрудники ОВД также посетят школы и вузы республики. Учащимся и студентам напомнят об опасности употребления запрещенных веществ, а также о правовых аспектах совершения таких деяний. Кроме того, полиция обращается. Если вам стало известно о фактах незаконного хранения, перевозки и употребления избыта наркотиков, просим срочно сообщить об этом по телефону в Майкопе 59-64-88. Мероприятия в рамках указанных акций продлятся до 20 ноября. Итак, о безопасности на дорогах Адыгеи. По имеющимся данным, с начала ноября в республике произошло 14 ДТП. В них 4 человека погибли и 15 получили различные увечья. Также совершены наезды на пешеходов. В Тахтамукайском районе под автомобиль попал 42-летний мужчина, который переходил дорогу в неустановленном месте. В больницу доставлен избитый на пешеходном переходе 16-летний житель Майкопского района. В Тючешском районе 34-летний мужчина, находясь за рулем, выехал на полосу для встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком. В аварии водитель иномарки скончался на месте. Не успели спасти медики и 60-летнюю женщину. В Тахтамукайском районе она переходила дорогу в неустановленном месте. Ее сбила иномарка, управлял которой 28-летний житель Краснодарского края. Полиция призывает всех к бдительности и строго соблюдать правила. МВД через соцсети постоянно доводит до жителей достоверную информацию о значимых событиях в ведомстве. Особое внимание уделяется размещению новостей с фото и видеоматериалами на странице в Инстаграм. Официальный аккаунт министерства на данной площадке под именем МВД-01РУС сейчас имеет 10,5 тысяч подписчиков. Размещая материалы с мультимедийным сопровождением, полиция получает немало комментариев и сообщений. Они всегда рассматриваются сотрудниками и по ним принимаются меры реагирования. Прямые ссылки на аккаунты во всех популярных социальных сетях есть на главной странице официального интернет-сайта МВД по республике Адыгея. Они расположены в правом верхнем углу и легко отличимы по всем известным логотипам. Также их можно найти, набирая в пасковике слова «Полиция» или «МВД Адыгея». С начала ноября в республике вновь зарегистрировано 8 фактов мошенничества. Все они осуществлены посредством мобильной связи и сети интернет. Больше всего таких деяний имело место в Майкопе. Гражданам аферисты звонили и сообщали о проблемах с их банковскими картами. Например, для решения трудностей от жителей Майкопа требовалось продиктовать мошенникам данные своих карт и коды из СМС-сообщений. В итоге четверо в возрасте от 40 до 70 лет потеряли более 130 тысяч рублей. Кроме этого, 81-летний житель Майкопского района перевез 42 тысячи рублей мошеннику, звонившему от имени его сына. Незнакомец сказал, что тот в беде и ему срочно нужны деньги. В другой случае, 44-летний майкопчанин заказал на одном из интернет-сайтов сварочный аппарат. После того, как мужчина оставил онлайн-заявку, с ним связался менеджер и продиктовал ему реквизиты счета для оплаты товара. Заявитель перевел более 6 тысяч рублей, однако товар так и не получил. Телефоны фальшивого сайта сейчас больше не работают. 64-летний пенсионер при аналогичных обстоятельствах заплатил 10 тысяч рублей и получил пустую коробку от мобильного телефона. Под предлогом помощи в получении документов лжепокупатель обманул и 37-летнего предпринимателя. Он перевел незнакомцу 12 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Региональное МВД просит жителей проявлять особую бдительность. Тщательно проверяйте всю информацию. Ни в коем случае не говорите никому данные своих банковских карт, тем более пин-коды. В Адыгее в полиции служат около 150 участковых уполномоченных. Лейтенант полиции Оксана Шибинская влилась в их ряды совсем недавно. Она 5 лет училась в УЗИ МВД России и теперь в одном из микрорайонов Маякопа несет эту нелегкую службу. Материал Вадима Агаркова, который накануне Дня участковых встретился с молодой девушкой. Профессиональному становлению молодого пополнения в УВД всегда уделяется особое внимание. Получив теоретические знания, сотрудник должен реализовывать их на практике. Но это не всегда сразу получается. Тогда на помощь приходят опытные коллеги, отмечают участковые уполномоченные. Наше руководство, а также мои коллеги стараются помогать в вопросах, которые вызывают у меня затруднения. Потихоньку привыкаю, знакомлюсь с людьми, исполняю материалы. Выпускница первого ВДГ полицейского класса Оксана выбрала для себя особое призвание – служить закону. Пятилетняя учеба в Краснодарском университете МВД России и молодая лейтенант возвращается в Майкоп. В работе участкового важно знать, какова на данный момент обстановка на закрепленном участке. Практика показывает, что именно от своевременного реагирования на поступающую информацию чаще удается предотвратить совершение преступлений и административных правонарушений. Своего участкового жители этого микрорайона города видят ежедневно. Такие качества, как упорство и стремление лейтенанта Шибинской отмечают и представители местного самоуправления. Видим, что человек, как говорится, можно сказать с большой буквы, свою работу знает, очень внимательная, реагирует на все наши просьбы, наши пожелания. Во время подготовки нашего видеосюжета Оксана проводила акцию по профилактике мошенничества. Их совершают с использованным в сети интернет и мобильной связи. Такие факты ежедневно регистрируются в полиции. По этим ссылкам не надо переходить, потому что могут списаться у вас денежные средства с ваших счетов. Я вам отдаю памятку, чтобы вы всегда знали. И еще. Умение вникать в проблемы людей, не проходить мимо чужой беды. Вот основное, что должно отличать настоящего профессионала. Вадим Агарков, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть.